Высокие технологии против коварной болезни. В Тольятти открылся первый в Самарской области, девятый в России центр позитронной эмиссионной томографии. В нем будут проводить высокоточную диагностику с помощью ПЭТ-КТ-сканирования. Этот метод позволяет эффективнее выявлять и лечить злокачественные опухоли в организме человека. Раньше на подобные исследования онкобольные из нашей губернии были вынуждены ездить в другие регионы. Теперь напротив приезжать будут к нам. Алена Власова о ядерной медицине, которая стала ближе. Светлые коридоры, приветливый персонал и знаки радиации. Радионуклидная диагностика, которую уже давно практикуют в зарубежных клиниках, безопасна для пациента, хотя от медиков требует максимум внимания. Метод ПЭТ-КТ-исследования основан на использовании радиофармпрепарата, который сюда привозят перед каждым рабочим днем из специального производственного центра в Уфе. Это люминарный фасовочный шкаф. Спереди и по бокам он свинцовый, чтобы защитить человека от радиации. Сюда поступает радиофармпрепарат перед каждым исследованием и вручную фасуется для пациента. Далее шприц взвешивается и вот здесь на табло высвечивается так называемая набранная активность, то есть доза. Фармпрепарат это своего рода маркер, его вводят пациенту внутривенно, затем больного почти на час оставляют в покое, чтобы радиовещество распределилось равномерно и отправляют на диагностику. У сканера двойное кольцо. Позитронно-эмиссионная томография высвечивает области, где накопился введенный фармпрепарат, значит там злокачественные опухоли, а компьютерная томография показывает их локализацию. Совмещенная ПЭТ-КТ-технология по своей специфичности и чувствительности выше, чем, например, УЗИ, МРТ или просто КТ. Такое исследование позволяет уточнить диагноз, определить стадию онкологического процесса, оценить, насколько помогло лечение и запланировать лучевую терапию. Также метод применяют в кардио и неврологии. За всеми этими словами стоит одно и самое главное – жизнь. Не будем пугать, честно, метод безопасен. Я вам просто скажу, чтобы вы понимали. В Соединенных Штатах Америки ежегодно проводится более двух миллионов исследований ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой. Это по открытым данным. В России за 15-й год проведено около 30 тысяч исследований ПЭТ-КТ. Население России и Соединенных Штатах отмечается в два раза меньше в России. За полторы недели ПЭТ-КТ-исследования здесь уже прошли 93 человека. Планируется, что ежедневно центр сможет принимать до 18-20 человек, максимум 7 тысяч пациентов в год. Для жителей Самарской области диагностика бесплатна в рамках УМС. Однако без направления врача обследование можно пройти и за деньги. Запись как лично, так и дистанционно – по телефону и интернету. Под этот ПЭТ-центр перестроили одно из зданий Тольяттинской городской клинической больницы номер 5. Его открытие стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. Федеральная сеть центров ядерной медицины – это проект портфельной компании Роснано ПЭТ-технологи. Сегодня здесь, в Тольятти, что очень важно, не в столице региона, а в нашем флагмане автомобилестроения в первую очередь. Город, который находится под особым вниманием федеральных властей и лично президента. Открывается центр по предоставлению высокотехнологичных медицинских услуг. Понятно, что эти исследования будут способствовать выявление заболевания на ранней стадии и будет способствовать тому, чтобы само определение лечения приводило к результату. Самарская область станет первой в России, где будет действовать сразу два ПЭТ-центра. Аналогичные уже в марте 2018 года откроют в Самаре. Общий объем инвестиций в два проекта около 700 миллионов рублей. Из них половина – деньги Роснано, остальное – частные средства. Самарский центр не менее важен для всей системы здравоохранения не только Самарской области, но и для близлежащих регионов, потому что он может стать таким, ну, центром медицинского туризма, когда пациенты, нуждающиеся в такой диагностике, будут приезжать из сопредельных регионов сюда и получать необходимую помощь. В губернии важно создавать благоприятный инвестиционный климат, отметил глава региона Дмитрий Азаров. Предстоит большая работа. Региональное правительство намерено и дальше сотрудничать с Роскорпорациями. В ближайших планах заключить соглашение с такими компаниями, как Ростехнологии и Росатом. Алена Власова, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова